Книга «Открытым оком», том 21. Вопрос 3413. Вот возьмите, пожалуйста, размышления над февральской революцией Александра Солженицына в российской газете за 27 февраля 2007 года, номер 40, 4303, со страницы 11. Всего 14 страниц текста. На следующем занятии прокомментируйте эту статью и скажите, понимает ли Солженицын то, о чем пишет? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Солженицын понимает много глубже, чем все иные, и он договаривает почти до конца о вине царя и церкви, но не доводит до Христа, до Писания. Прочту только выдержки из указанного материала. Александр Исаевич понимает в меру, что ему открыто. Он не говорит ни о масонском заговоре, ни об участии евреев, ни о пророчествах, ни о том, что священники не просто не учили, но не привели ко Христу и к Писанию. Чтобы Библия стала главной книгой, что нужно было всем заботиться о рождении свыше и о исполнении Духов Святым. А будет ли это катастрофа или нет, то в вопросе вечности совершенно ничего не значит. Допустим, что царь все делал, допустим, что царь все бы сделал так, как говорит Солженицын умница. И что же? Ну, устоял бы царский режим. А дальше-то что? Опять гниение, опять гордость священства, бесчисленные сгустки тьмы по монастырям. Рассматривая все дворцовые перевороты древности и нынешние, видим, что никому еще не удавалось обеспечить такой же режим и для своих потомков навсегда. Где Атилла, Аларих, Тамерлан, Наполеон, Ленин, Сталин, Гитлер, Франко? Также в Алтасаде цари израильские были сметаемы, как Индира, Ираджи в Ганде, Кеннеди, Иоаннвар, Саддат, Саддам, Зияя, Ульхак и прочие. Кавычки открываются. Никогда в эти десятилетия правительство не задалось создать свою противоположную агитацию в народе. Разъяснение и внедрение сильных мыслей в защиту строя. Да не только рабочим, не только скучным темным солдатам-крестьянам. Правительство через никогда не созданный пропагандный аппарат никогда не пыталось ничего разъяснить, но даже весь офицерский корпус зачем-то оберегало действенно невежественное государственное мышление. И такие рыцари-монахи, как Лев Тихомиров, захеревали в безвестности и бессилии. И не вырастали другие. Вся эта ложь, как хлопья сажи, медленно кружилась и опускалась на народное сознание. Наслаивалась на нем вместе с темными распутинскими слухами из тех же сфер великосвете и образованности. До нынешних лет в русской эмиграции даже развита легитимическая аргументация, что наш благочестивый император в те дни был обставлен ничтожными людьми и изменниками. Да так. Но и не его ли это главная вина? Кто ж эти все ничтожества избрал и назначил, если не он сам? На что же употребил он 22 года своей безраздельной власти? Как же можно было с такой поразительно последовательной слепотой на все государственные и военные посты изыскивать только худших и только ненадежных? Именно этих всех изменников избирать и возвысить. Совместная серия таких назначений не может быть случайностью. За крушение корабля кто отвечает больше капитана? Люди всевозможных качеств никогда не переводятся в огромной стране. Но вины смутные периоды лучшим закрываются пути к выдвижению. Все предварительные распоряжения столичным начальникам, все решения самих этих дней выводились государем из отмеченного чувства миролюбия. Очень славного для христианина, но пагубно для правителя великой державы. Царь все надеялся, что уладится само, все колебался и все колебался, и вдруг почти без внешнего нажима сам извихнулся из трехсотлетнего гнезда, извихнулся больше, чем от него требовали и ждали. Монархия – сильная система, но с монархом не слишком слабо. Быть христианином на троне – да, но не до забвения же деловых обязанностей, не до слепоты же к идущему развалу. В русском языке есть такое слово «зацариться», значит «забыться царствуя». Парады, учения, парады любимого войска и цветочные киоски для императрицы на гвардейских смотрах заслонил государю взгляд на страну. И это при лучших душевных качествах и самыми добрыми намерениями. После первого гибельного круга послан был ему Богом Столыпин. Единожды в жизни Николай остановил свой выбор не на ничтожестве, как обычно, а на великом человеке. Этот великий человек вытянул из хаоса и Россию, и династию, и царя. И этого великого человека царь не вынес рядом с собою, предал. Может быть, все предшествующие цари Романовской династии были нравственно ниже Николая II, и, конечно, Петр, топтавший народную душу, и себелюбивая Екатерина. Но им отпустилось за то, что они умели собою представить необъятную силу России. А кроткий, чистый, почти безупречный Николай II, пожалуй, более всего напоминал Федора Иоанновича. Не прощен, тем более, чем ни по месту, ни по времени, был он кротче и миролюбивей. А его нецарской нерешительности, в его нецарской нерешительности главный его порог для русского трона. Он все надеялся задобрить ненасытную пасть, и сам загнал себя в положение, когда не стало кого назначить. В свое время царь не арестовал ни Керенского, ни Гучкова, никого из них считая невозможным арестовать политических деятелей. Но обратно арестовать царя, добровольно отдавшего корону, чтобы только избежать междоусобицы, никому из них не показалось возмудительно, а всех радостно насытило. Боялись напомнить и вспомнить, что этот царь, напротив, был слишком верен этой войне на погибель России и себе. Разве царю было неизбежно отрекаться? Разве потому он отрекся, что революция быстро и сильно расхватилась по стране? Наоборот, только потому она так легко и докатилась, что царь отрекся совсем внезапно для всей страны. Если сам царь подал пример мгновенной капитуляции, то как могли сопротивляться, не подчиниться все другие меньшие чины, особенно в провинции? В дни величайшей национальной катастрофы Россия церковь и не пыталась спасти, образумить страну. Духовенство синодальной церкви уже два столетия, как подавшиеся в властной императорской длани, утеряло высшую ответственность и упустило духовное руководство народом. Масса священства затеряла духовную энергию, а дряхла. Церковь была слаба, высмеяна обществом, священники принижены среди сельской пасты. Не случайно именно семинарии становились рассадниками атеизма и безбожия. Как не заметить, что страдные, отреченные дни императора, ни один иерарх и ни один священник православной церкви, каждодневно возносивший непременные за государя молитвы, не поспешил к нему поддержать и наставить. Но еще и при этом всем не сотряслась бы, не зинула бы в пропастью страна сохранить крестьянство ее прежним патриархальным и богобоязненным. Одна часть крестьянства спивалась, другая разжигалась неправедной жаждой, где лежу чужого имущества. Уже во взрасте были среди крестьян те убийцы и поджигатели, которые скоро кинутся на помещище имения, те грабители, которые скоро будут на части делить ковры, разбирать сервизы по чашкам, стены по кирпичикам, белье и кресло по избам. Но долгая пропаганда образованных тоже воспитывала этих дележников. Это уже не была святая Русь. Дележ чужого готов был взреветь в крестьянстве из памяти о прежних устоях без опоминания, что все худое выпрет боком и вскоре также точно могут ограбить и делить их самих и разделят. Падение крестьянства было прямым следствием падения священства. Среди крестьян множились отступники от веры. Одни пока еще молчаливые, другие уже разверзающие глотку. Именно в начале 20 века в деревенской России заслышалась небывалая хула на Бога и в Матерь Божью. По селам разыгрывалось злобное, бесцельное озорство молодежи, небывалое прежде. Я еще хорошо помню, как в 20-е годы многие старые деревенские люди уверенно объясняли, «Смута послана нам за то, что народ Бога забыл». И я думаю, что это привременное народное объяснение уже глубже всего того, что мы можем достичь и к концу 20 века самыми научными изысканиями. И даже еще шире. При таком объяснении не приходится удивляться, что Российская революция с ее последствиями оказалась событием не российского масштаба, но открыла собою всю историю мира 20 века. Это должно было грянуть над всем обезбожившим человечеством. Могло бы, будь на то воля Божья, начать и не с России. Но и у нас хватило грехов и безбожия. Очень помогло и то, что грязный цвет февраля все же оказался светлей черного злодейства коммунистов. Кавычки закрыты. Вторая книга царств. 15 глава, 12 стих. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела Гиланянина, советника Давидова из его города Гила. И составился сильный заговор. И народ стекался и умножался около Авессалома. Вторая книга Ездры, 2 глава, 23 стих. А иудеи, отступники, вечно производившие в нем заговоры, по какой причине и был опустошен этот город. Третья книга царств. 16 глава, 19 стих. И составил против него заговор раб его Замрий, начальствовавший над половиной колесниц. Пророк Даниил, 5 глава, 30 стих. В ту же самую ночь Валтасарь, царь Халдейский, был убит. Четвертая книга царств. 19 глава, 37 стих. И когда он поклонялся в доме Нисхроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Книга Иова, 34 глава, 24 стих. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места. Притча, 25 глава, 3 стих. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце людей не следимо. Сердце царей. Притча, 25 глава, 3 стих. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Всем, кому трудно живется, Всем, кого сердце так трепетно бьется в наши тяжелые дни, Всем, кого очи слезами полны, В чьей истомленной груди гаснет надежда на лучшее время, Всем, кому жизнь лишь тяжелое бремя, Что он с трудом через силу несет, Всем, кто страдая участия ждет, Ласки сердечной и слова привета и не находит ответа, Я бы хотела с любовью сказать, Полно, друзья, унывать, жив еще Бог, Бог могучий и сильный, Полный любовью обильной, Полный участия ко всем и всегда, Не оставлял он еще никогда Тех, кто искал в нем поддержки, спасения Или в скорбях утешения, Тех, кто склонялся с мольбой перед ним Или жаждаю правды томим, Тщетно искал этой правды на свете Тех, кто к нему шли за лаской, как дети, Всех их с любовью зовет его глаз О, приходите ко мне, утомленные, Скорбью, с заботами обремененные, Всех успокою я вас Евгения Шарыпанова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok